Александр Куприн, Олеся «Значит, завтра на Зайцев не пойдем, а? Как ты думаешь, Ермола?» «Не, не можно. Слышите, какая завируха? Зайцев теперь лежит и не мурмур. Завтра и одного следа не увидите». Судьба забросила меня на целых шесть месяцев в глухую деревушку Волынской губернии на окраину Полесья, и охота была единственным моим занятием и удовольствием. «Признаю, в то время, когда мне предложили ехать в деревню, я вовсе не думал так нестерпимо скучать. Я поехал даже с радостью. Полесье, глушь, лона природы, простые нравы, первобытные натуры. Думал я, сидя в вагоне, совсем незнакомый мне народ, со странными обычаями, своеобразным языком, и уж, наверное, какое множество поэтических легенд, преданий и песен. А я в то время, рассказывать так все рассказывать, уж успел тиснуть в одной маленькой газетке рассказ с двумя убийствами и одним самоубийством, и знал теоретически, что для писателей полезно наблюдать нравы. И все порвались целовать у меня руки. Старые обычаи, оставшиеся от польского крепостничества. Книжки, какие у меня были, я все очень скоро перечитал. От скуки, хотя это сначала казалось мне неприятным, я сделал попытку познакомиться с местной интеллигенцией в лице Ксенза, жившего за пятнадцать верст, находившись при нем пана-органиста, местного урядника и конторщика соседнего имения из отставных унтер-офицеров, но ничего из этого не вышло. Потом я пробовал заняться лечением перебродских жителей. В моем распоряжении были кастровое масло, карболка, борная кислота, йод. Но тут, помимо моих скудных сведений, я наткнулся на полную невозможность ставить диагнозы, потому что признаки болезни у всех моих пациентов были всегда одни и те же. В середине болит, и ни есть, ни пить не можу. — Приходит, например, ко мне старая баба. Вытерев со смущенным видом нос указательным пальцем правой руки, она достает из-за пазухи пару яиц, причем на секунду я вижу ее коричневую кожу, и кладет их на стол. Затем она начинает ловить мои руки, чтобы запечатлеть на них поцелуй. — Я прячу руки и убеждаю старуху. — Да полная бабка, оставь, я не поп, мне это не полагается. — Что у тебя валит? — В середине у меня болит, понычу. — Самое, что ни наесть в середине, так что даже ни пить, ни есть не можу. — Давно у тебя сделалось? — А я знаю, — отвечает она так же вопросом. — Так и печет, и печет. Ни пить, ни есть не можу. И сколько я не бьюсь, боль определенных признаков болезни не находится. — Да вы не беспокойтесь, — посоветовал мне однажды конторщик из унтеров, — — сами вылечиться. Присохнет, как на собаке. Я доложу вам только одно лекарство употребляю — нашатырь. Приходит ко мне мужик. — Что тебе? — Я, говорит, больной. — Сейчас же ему поднос склянку нашатырного спирта. Нюхай, нюхает. Нюхай еще сильнее, нюхает. — Что, легче? — Я будто полешала. — Ну и так и ступай с Богом. — К тому же мне претил это целование рук, а иные так прямо падали в ноги и изо всех сил стремились облабызать мои сапоги. Здесь сказывалось вовсе не движение признательного сердца, а просто омерзительная привычка, привитая веками рабства и насилия. Я только удивлялся тому же самому конторщику и зунтеров, и уряднику, глядя с какой невозмутимой важностью суют они в губы мужикам свои огромные красные лапы. Мне оставалась только охота. Но в конце января наступила такая погода, что и охотиться стало невозможно. Каждый день дул страшный ветер, а за ночь на снегу образовался твердый льдистый слой наста, по которому заяц пробегал, не оставляя следов. Сидя в запертии и прислушиваясь сквою ветра, я тосковал страшно. Понятно, я ухватился с жадностью за такое невинное развлечение, как обучение грамоте полисовщика Ермолы. Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо, и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ермолу, подошедшего, как всегда, беззвучно в своих мягких лаптях. — Что тебе, Ермола? — спросил я. — Да вот дивлюсь, как вы пишете. Вот бы мне так. — Не-не, не так, как вы, — смущенно заторопился он, видя, что я улыбаюсь. — Мне бы только мое фамилии. — Зачем это тебе? — удивился я. Надо заметить, что Ермола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всей переброде. Жалование и свой крестьянский заработок он пропивает. Таких плохих валов, как у него, нет нигде в окрестностей. По моему мнению, ему уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты. Я еще раз спросил с сомнением. — Да для чего тебе надо уметь писать фамилию? — А ведь какое дело, паныч, — ответил Ермола необыкновенно мягко. — Ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда бумагу, какую нужно подписать, или в волости дело, или что, никто не может. Староста печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано. То хорошо бы быть для всех, если бы кто-то умел расписаться. Такая заботливость Ермолы, заведомо браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться сельский сход, такая заботливость его об общественном интересе родного села, почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа? Все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму. Ермола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть ли не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодном месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц, и этот самый Ермола никак не мог представить себе, почему, например, буквы М и А вместе составляют МА. Обыкновенно такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше. Причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения. — Ну, скажи, Ермола, МА. — Просто только скажи, МА, — приставал я к нему. — Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так, ну, говори. — МА. Тогда Ермола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно. — Нет, не могу. — Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто «МА». Вот как я говорю. — Не, не могу, Паныч, забыл. Все методы приема и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость. Но стремление Ермола к просвещению вовсе не ослабевало. — Мне бы только мою фамилию, — застенчиво упрашивал он меня, — больше ничего не нужно, только фамилию. Ермола Попружук и больше ничего. Отказавшись окончательно от мысли выучить его разумному чтению и письму, я стал учить его подписываться механически. К моему великому удивлению, этот способ оказался наиболее доступным Ермоле, так что к концу второго месяца мы уже почти осилили фамилию. Что же касается доимени, то его, ввиду облегчения задачи, мы решили совсем отбросить. По вечерам, окончив топку печей, Ермола с нетерпением дожидался, когда я позову его. — Ну, Ермола, давай учиться, — говорил я. Он боком подходил к столу, облокачивался на него локтями, просол меж своими черными, заскорузлыми, не сгибающимися пальцами перо и спрашивал меня, подняв кверху брови. — Писать? — Пиши. Ермола довольно уверенно чертил первую букву «П». Эта букву у нас носила название «Два стояка» и сверху перекладина. Потом он смотрел на меня вопросительно. — Что ж ты не пишешь? Забыл? — Забыл, — досадливо качал головой Ермола. — Эх, какой ты! — Ну, ставь колесо. — А, колесо, колесо, знаю, — оживлялся Ермола и старательно рисовал на бумаге вытянутую вверх фигуру, весьма похожую очертаниями на Каспийское море. Окончивший этот труд, он некоторое время молчал, любовался им, наклоняя голову, то на левый, то на правый бок, ищу ли глаза. — Что ж ты стал? — Пиши дальше. — Подождите немного, понычу, сейчас. Минуты две он размышлял, и потом робко спрашивал. — Так же, как первая? — Верно, пиши. — Так мало-помалу мы добрались до последней буквы «К». Твердый знак мы отвергли, которая была у нас известна как палка, а последней палки — кривуля хвостом на бок. — А что вы думаете, понычу, — говорил иногда Ермола, окончив свой труд и глядя на него с любовной гордостью, — если б мне еще месяцев с пять или шесть поучиться, я бы совсем хорошо знал. Как вы скажете? Ермола сидел на корточках перед заслонкой, перемешивая в печке уголья, а я ходил взад и вперед по диагонали моей комнаты. Из всех двенадцати комнат огромного помещичьего дома я занимал только одну, бывшую диванную. Другие стояли запертыми на ключ, и в них неподвижно и торжественно плесневела старинная штофная мебель, диковинная бронза и портреты восемнадцатого столетия. Ветер за стенами дома бесился, как старый озябший голый дьявол. В его реве слышались стоны, виск и дикий смех. Метель к вечеру расходился еще сильнее, снаружи кто-то яростно бросал в стекла окон горсти мелкого сухого снега. Недалекий лес роптал и гудел с непрерывной, затаенной глухой угрозой. Ветер забирался в пустые комнаты и в печные воющие трубы, и старый дом, весь расшатанный, дырявый, полуразвалившийся, вдруг оживлялся странными звуками, которым я прислушивался с невольной тревогой. Вот точно вздохнуло что-то в белой зале, вздохнуло глубоко, прерывисто, печально. Вот заходили и заскрепили где-то далеко высохшие гнилые половицы под чьими-то тяжелыми бесшумными шагами. Чудится мне за тем, что рядом, с моей комнатой, в коридоре, кто-то осторожно и настойчиво нажимает на дверную ручку и потом, внезапно разъярившись, мчится по всему дому, бешено потрясая всеми ставнями и дберьми, или забравшись в трубу, скулит так жалобно, скучно и непрерывно, то, поднимая все выше, все тоньше свой голос до жалобного визга, то опуская его вниз до звериного рычания. Порою бог весть, откуда врывался этот страшный гость и в мою комнату пробегал внезапным холодом у меня по спине и колебал пламя лампы, тускло светившей под зеленым бумажным, обгоревшим сверху абажуром. На меня нашлось странное непреодолимое беспокойство. Вот, думалось мне, сижу я глухой и ненастной зимней ночью в ветхом доме, среди деревни, затерявшейся в лесах и сугробах, сотнях верст от городской жизни, от общества, от женского смеха, от человеческого разговора. И начинало мне представляться, что годы и десятки лет будет тянуться этот ненастный вечер, будет тянуться вплоть до моей смерти и также будет реветь за окном ветер, также тускло будет гореть лампа под убогим зеленым абажуром, также тревожно буду ходить я взад и вперед по моей комнате, также будет сидеть около печки молчаливый, сосредоточенный Ермола, странное, чуждое мне существо, равнодушное ко всему на свете. И к тому, что у него дома в семье есть нечего, и к бушеванию ветра, и к моей неопределенной разъедающей тоске. Мне вдруг несерпимо захотелось нарушить это томительное молчание каким-нибудь подобием человеческого голоса, и я спросил. — Как ты думаешь, Ермола, откуда это сегодня такой ветер? — Ветер, — отозвался Ермола, лениво подымая голову. — А паныч разве не знает? — Конечно, не знаю, откуда же мне знать. — И вправду не знаете, — оживился вдруг Ермола. — Это я вам скажу, — продолжал он с таинственным оттенком в голосе, — это я вам скажу, чьи ведьмака народилась, чьи ведьмак веселье справляет. — Ведьмака? — Это колдунья, по-вашему? — А так-то, а колдунья. Я с жадностью накинулся на Ермолу. — Почем знать, — думал я, — может быть, сейчас же мне удастся выжать из него какую-нибудь интересную историю, связанную с волшебством, с зарытыми кладами, с вовкулаками. — Ну, а у вас здесь на полисе есть ведьмы? — спросил я. — Не знаю. — Может, есть, — ответил Ермола с прежним равнодушием и опять нагнулся к печке. — Старые люди говорят, что были когда-то. — Может, и неправда. Я сразу разочаровался. Характерной чертой Ермолы была упорная несловоохотливость. И я уж не надеялся добиться от него ничего больше об этом интересном предмете. Но, к моему удивлению, он вдруг заговорил с ленивой небрежностью и как будто бы обращаясь не ко мне, а к гудевшей печке. — Была у нас лет пять тому назад такая ведьма. Только ее хлопцы с села прогнали. — Куда же они ее прогнали? — Куда? — Известно, в лес. Куда же еще? И хату ее сломали, чтоб от этого проклятого кубла и щепок не осталось. А саму ее вывели за вышницей и по шее. — Да что же так с ней обошлись? Вреда от нее много было. Ссорилась со всеми. Зелье под хаты подливала, закрутки вязала в жите. Один раз просила она у нашей молодицы злот. — Пятнадцать копеек. Та и говорит, нет у меня злота, отстань. — Ну, добрый, — говорит, — будешь ты помнить, как мне злотого не дала. — И что вы думаете, Паныч? С тех самых пор стала у молодицы дитя болеть. Болела, болела, да и совсем умерла. Вот тогда хлопцы ведьмаку и прогнали. Пусть и отче повылазит. — Ну, а где ж теперь эта ведьмака? Продолжала любопытствовать. — Ведьмака? — медленно переспросил по своему обыкновению Ермола. — А я знаю. — Разве у нее не осталось в деревне какой-нибудь родни? — Не, не осталось. Да она чужая была, из кацапок, чьи, из цыганок. Я еще маленьким хлопцем был, когда она пришла к нам на село. И девочка с ней была, дочка или внучка. Обеих прогнали. А теперь к ней разве никто не ходит? Погадать там или зелье какое-нибудь попросить? — Бабы бегают, — пренебрежительно уронил Ермола. — Ага, значит, все-таки известно, где она живет. — Я не знаю. Говорят люди, что где-то около Бисово-Кута она живет. Знаете, болото, что за Ириновским шляхом? Так вот в этом болоте она и сидит, трясся ее матери. — Ведьма живет в каких-нибудь десяти верстах от моего дома? — Настоящая, живая, полезская ведьма. Эта мысль сразу заинтересовала и взволновала меня. — Послушай, Ермола, — обратился я к полисовщику. А как бы мне с ней познакомиться, с этой ведьмой? — Тьфу! — сплюнул с негодованием Ермола. — Вот еще добро нашли. Добро или недобро, я к ней все равно пойду. Как только немного потеплеет, сейчас же и отправлюсь. Ты меня, конечно, проводишь. Ермолу так поразили последние слова, что он даже вскочил с полу. — Я? — воскликнул с негодованием он. — А и ни за что. Пусть она там бог видит, что, а я не пойду. — Ну вот глупости, пойдешь. — Нет, Панычу, не пойду. Ни за что не пойду. — Чтобы я? — опять воскликнул он, охваченный новым наплывом возмущения. — Чтобы я пошел до ведьмачьего кубла? — Да пусть меня бог баранит. И вам не советую, Паныч. — Как хочешь, а я все-таки пойду. Мне очень любопытно на нее посмотреть. — Ничего там нет любопытного? — пробурчал Ермола, сердцем захлопывая печную дверку. Час спустя, когда он, уже убрав самовар и напившись в темных сенях чаю, собирался идти домой, я спросил. — Как зовут эту ведьму? — Мануэль лиха, — ответил Ермолу с грубой мрачностью. — Он, хотя и не высказывал никаких своих чувств, но, кажется, сильно ко мне привязался. Привязался за нашу общую страсть к охоте, за мое простое обращение, за помощь, которую я изредка оказывал его вечно голодающей семье, а, главным образом, за то, что я один на всем свете не корил его пьянством, чего Ермола терпеть не мог. Поэтому моя решимость познакомиться с ведьмой привела его в отвратительное настроение духа, которое он выразил только усиленным сопением, да еще тем, что, выйдя на крыльцо, из всей силы ударил ногой в бок свою собаку Рябчика. Рябчик отчаянно завизжал, отскочил в сторону, но тотчас же побежал вслед за Ермолой, не переставая скулить. Дня через три потеплело. Однажды утром очень рано Ермола вошел в мою комнату и заявил небрежно. — Нужно ружья почистить, паныч. А что? — спросил я, потягиваясь под одеялом. — Заяц ночью сильно походил, следов много. — Может, пойдем на пановку? Я видел, что Ермоле не терпится скорее пойти в лес, но он скрывает это страстное желание охотника под напускным равнодушием. Действительно, впереди уже стояла его одностволка, от которой не ушел еще ни один бекас, несмотря на то, что вблизи дула она была украшена несколькими оловянными заплатами, положенными в тех местах, где ржавчина и пороховые газы проели железо. — Едва войдя в лес, мы тотчас же напали на заячий след. Две лапки рядом и две позади, одна за другой. Заяц вышел на дорогу, прошел по ней сажен двести и сделал с дороги огромный прыжок в сосновый молодняк. — Ну, теперь будем обходить его, — сказал Ермола. — Как дал столба, так тут сейчас же и ляжет. — Вы поначидите. Он задумался, соображая по каким-то ему одному известным приметам, куда меня направить. Вы идите до старой корчмы, а я его обойду от замлына. Как только собака его выгонит, я буду гухать вам. И он тотчас же скрылся, точно нырнул в густую чащу мелкого кустарника. Я прислушался. Ни один звук не выдавал его браконьерской походке, ни одна веточка не треснула под его ногами, обутами в лыковые постолы. Я неторопливо дошел до старой корчмы, нежилой и развалившейся хаты, и стал на опушке хвойного леса, под высокой сосной с прямым голым стволом. Было так тихо, как только бывает в лесу зимой, безветренный день. Нависшие на ветвях пышные комья снега давили их к низу, придавая им чудесный, праздничный и холодный вид. По временам срывалась с вершины тоненькая веточка, и чрезвычайно ясно слышалось, как она, падая с легким треском, задевала за другие ветви. Снег разовел на солнце и синел в тени. Но я владела тихое очарование этого торжественного, холодного безмолвия, и мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит мимо меня. Вдруг далеко, в самый чаще раздался лая рябчика, характерный лая собаки, идущий с зверем, тоненький, заливчатый, нервный, почти переходящий в виск. Тотчас же услышал я и голос Ермула, кричавшего, шажесточением вслед собаки. У-у-у-у-у-бы! Первый слог протяжным резким фальцетом, а второй отрывистой басовой нотой. Я только много времени спустя дознался, что этот охотничий полесский крик происходит от глагола «убивать». Мне казалось, судя по направлению лая, что собака гонит влево от меня, и я торопливо побежал через полянку, чтобы перехватить зверя. Но не успел я сделать и двадцати шагов, как огромный серый заяц выскочил из-за пня и, как будто не торопясь, заложив назад длинные уши, высокими, редкими прыжками перебежал через дорогу и скрылся в молодняке. Следом за ним стремительно вылетел рябчик. Увидев меня, он слабо махнул хвостом, торопливо куснул несколько раз зубами снег и опять погнал зайца. Ермола вдруг так же бесшумно вынырнул из чащи. «Что же вы поныть не стали ему на дороге?» крикнул он и укоризненно зачмокал языком. «Да ведь далеко было! Больше двухсот шагов!» Видимое смущение, Ермола смягчился. «Ну, ничего, он от нас не уйдет. Идите на Ириновский шлях, он сейчас туда выйдет». Я пошел по направлению Ириновского шляха и уже через минуты-две услыхал, что собака опять гонит где-то недалеко от меня. Охваченный охотничьим волнением, я побежал, держа ружье наперевес сквозь густой кустарник, ломая ветви и не обращая внимания на их жестокие удары. Я бежал так довольно долго и уже стал задыхаться, как вдруг лай собаки прекратился. Я пошел тише. Мне казалось, что если я буду идти все прямо, то непременно встречусь с Ермолой на Ириновском шляху. Но вскоре я убедился, что во время моего бега, огибая кусты и пни и совсем не думая о дороге, я заблудился. Тогда я начал кричать Ермоле. Он не откликался. Между тем машинально я шел все дальше, лес редел понемногу, почву опускалась и становилась скачковатой. След, оттиснутый на снегу моей ногой, быстро темнело, наливался водой. Несколько раз я уже проваливался по колено. Мне приходилось перепрыгивать с кочки на кочку, в покрывавшем их густом буром ху ноги тонули, точно в мягком ковре. Кустарник скоро совсем окончился. Перед мной было большое круглое болото, занесенное снегом, из-под белой пелены которого торчали редкие кочки. На противоположном конце болота, между деревьями, выглядывали белые стены какой-то хаты. Вероятно, здесь живет Ириновский лесник, подумал я. Надо зайти и расспросить у него дорогу. Но дойти до хаты было не так-то легко. Каждую минуту я увязал в трясине. Сапоги мои набрали воды, и при каждом шаге громко хлюпали, становилось не в мочь тянуть их за собою. Наконец я перебрался через это болото, взобрался на маленький пригорок и теперь мог хорошо рассмотреть хату. Это даже была не хата, а именно сказочная избушка на курьих ножках. Она не касалась полом земли, а была построена на сваях, вероятно, ввиду половодия, затоплявшего весной весь Ириновский лес. Но одна сторона ее от времени осела, и это придавало избушке хромой и печальный вид. В окнах недоставало нескольких стекол, и их заменили какие-то грязные ветшки, выпиравшиеся горбом наружу. Я нажал на клямку и отворил дверь. В хате было очень темно, а у меня, после того, как я долго глядел на снег, ходили перед глазами фиолетовые круги, поэтому я долго не мог разобрать, есть ли кто-нибудь в хате. — Эй, добрые люди, кто из вас дома? — спросила я громко. Около печки что-то завозилось. Я подошел поближе и увидел старуху, сидевшую на полу. Перед ней лизала огромная куча куриных перьев. Старуха брала отдельно каждое перо, сдирала с нее бородку и клала пух в корзину, а стержень бросала прямо на землю. — Да ведь это Мануэлиха, Ириновская ведьма, — мелькнула у меня в голове, едва я только повнимательнее вгляделся в старуху. Все черты бабы-яги, как ее изображает народный эпос, были на лицо. Худые щеки, втянутые внутрь, переходили внизу в острый, длинный, дряблый подбородок, почти соприкасавшийся как с висящим вниз носом. Провалившийся без зуба рот беспрестанно двигался, точно пережевывая что-то. Выцветшие когда-то голубые глаза, холодные, круглые, выпуклые, с очень короткими красными веками, глядели точно глаза невиданной зловещей птицы. — Здравствуй, бабка! — сказала я, как можно приветливее. — Тебя уж не Мануэлих или зовут? В ответ что-то заклокотало и захрипело в груди у старухи. Потом из ее беззубого шамкающего рта вырвались странные звуки, то похожие на задыхающиеся карканье старой вороны, то вдруг переходящие в сиплую, обрывающуюся фистулу. — Прежде, может, и Мануэлихой звали добрые люди, а теперь зовут за уткой, а величают уткой. — Тебе что надо-то? — спросила она, недружелюбно и не прекращая своего однообразного занятия. — Да вот, бабушка, заблудился я. — Может, у тебя молоко найдется? — Нет молока, — сердит, — отрезала старуха. — Много вас по лесу ходит. Всех не напоишь, не накормишь. — Ну, бабушка, не ласкуешь ты до гостей. — И верно, батюшка, совсем не ласковая. Разносолов для вас не держим. Устал — посиди, никто тебя из хаты не гонит. Знаешь, как в пословице говорится? — Приходите к нам на заваленке посидеть, у нашего праздника звона послушать, а обедать к вам мы и сами догадаемся. Так-то вот. — Продолжение следует... Продолжение следует...